Обладателям пятых айфонов, планшетов и прочим гаджетменам смотреть обязательно. В Омске открылась выставка эволюции средств коммуникации. Прапрадедушки смартфонов, плазм и айподов расположились в Краевическом музее. Кстати, все они от телерадиолы до Nokia 3310 исправно работают без гарантии сервис-центров. На гребне радиоволны прокатили Анна Рыбина и Андрей Кузьмин. Лицо этой барышни куда менее знаменито, чем голос и сдержки профессии. Клавдия Рыбинович, диктор Омского радио. С 43-го года. Эфиры тогда были только прямыми, а микрофоны угольными. 17-летняя Клава читала сводки с фронта. Случались и оговорки, рассказывает внучка. Вместо того, чтобы сказать, были взяты в плен 2,5 тысячи немцев, она сказала 2,5 немца. Во время войны с такие оговорки, в принципе, можно было лишиться работы, но ее пожалели и сказали, Клавочка, какая половина немцев все-таки была взята в плен, верхняя или нижняя. В профессиональной связной радиоаппаратуре выделен отдельный стенд. Возле него толпится мужская половина посетителей. Эти приемники использовались в авиации и на флоте. Несколько экземпляров из своей коллекции пожертвовал бывший радист Вадим Баландин. Советский УЗ-9, это точная копия американского БЦ-348-го. Его делали, когда в точности копировали американский бомбардировщик, летающую крепость Б-17 по приказу Сталина. Новость о победе советские граждане услышали вот из таких громкоговорителей. Уже после войны, в 50-х, начали появляться первые телевизоры. Роскошь в своей квартире могли позволить лишь богатые люди. Экран диагональю 15 сантиметров, один-единственный первый канал и программа передач из трех пунктов. КВН, концерт и, конечно, новости. Просмотр телепередач, это был целый ритуал, потому что, как правило, к владельцу телевизора собирались всевозможные соседи, родственники, либо просто знакомые. Чтобы смотреть этот телевизор, надо было специально настроить линзу. Ну, линза настраивалась уже, как бы, вот таким вот образом. Экран у телевизора маленький, поэтому линза настраивалась на те места, где вот сидели люди. Вот так выглядел первый пульт дистанционного управления. Новая ступень комфорта – переключать станции на радиоле, не вставая с кресла. Главное, чтобы в кабель никто не споткнулся. Здесь все достоверно. Начиная с того, что аппаратура исправно работает, радиола крутит пластинки, уголок передает атмосферу 80-х. Ковер, черно-белый телевизор, пластинки, даже олимпийский мишка. Скажете, совдеп? Да, музейщики этого и добивались. Чтобы вызвать ностальгию в посетителях. И им это без сомнения удалось. У меня вот был вот тот маленький приемничек, который там стоит. Это очень здорово, когда ты приходишь и думаешь, вау, у меня дома было то же самое. А это самые молодые экспонаты выставки. Рожденный в 90-х пейджер и первые сотовые телефоны. Например, легендарная Nokia 3310. Иметь такой гаджет мечтал каждый, как пятый айфон сейчас. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.